Читаем Исаии 40 глава, 27 и ниже. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим? Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеясь на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава Богу, народ Божий. И здесь пришли те люди, которые надеются на Бога. Однажды сказал Господь, и дважды услышал, это пишет Давид, да? Сила у Бога, друзья. И мы пришли сюда, чтобы обновиться в силе, объединиться в единое тело церкви, друзья, и получить благословение. У каждого свои проблемы, мы разные люди, друзья. И если заглянуть в сердце каждого, каждый пришел со своей, с уникальной проблемой, которая важна именно для него. Но Бог все знает, ибо Он сердцевидец. Есть вторая параллель поминон, место, когда была большая проблема, у Ассы. Да, и Бог дает ему победу, друзья. И вот они возвращаются, они празднуют. И вот пятнадцатая глава, с первой выше. Тогда на Азарию, сына Дедова, сошел дух бочий. И вышел он навстречу Ася и сказал ему, «Послушайте меня, Ася весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Друзья, слава Богу. Второе свидетельство, когда уже его потомок Иосафат, когда на него собралось множество народу, и он точно так обратился к Богу. И собрались иудеи, это двадцатая глава, «И собрались иудеи просить помощи у Господа, и всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат собрание иудеев в Иерусалиме в доме Господнем перед новым двором. И сказал, Господи Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли Бог наш, изгнал жителей земли сей, пред лицом народа твоего Израиля, и отдал его семени Аврааму, друга твоего, навек?» Пропускаем и читаем тоже пророчество. И вот на сына Матфанина сходит Левит от Дух Господень, и он говорит, 15 ниже, «И сказал он, «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима, и царь Иосафат». Так говорит Господь к вам, «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья, друзья». И завтра он говорит, «Завтра выступите, увидите, и Бог даст победу, друзья, слава Богу». Так и мы все надеемся. Потому что какой наш враг, друзья, неопределенно с завтрашнего дня? Будет пропитание – не будет пропитание. Будет то – не будет. Будет здоровье – не будет здоровье. Будут силы – не будет сил. Друзья, но все это у Бога, друзья, и мы на такого Бога рассчитываем. Мы на такого Бога уповаем. Я хотел сразу, когда выйти, вспомнить, сколько благословений. И сидел там, сколько благословений в этой церкви получил, сколько чудес я здесь увидел. Друзья, живая церковь. Я посетил много церквей, плохих не было. Но какая-то более живее, какая-то чуть-чуть менее живее. Я начал вспоминать, я не могу все перечислить. Вот там братья молятся, а я все перечислял. И то было, и то было, и то было. Но из ярких таких, помню, 2005 год. Я тоже сюда приезжал в командировку. И был механик, с которым мы построили один завод. И он лежал с тяжелой болезнью. Ему разрезали полностью все, перебрали весь кишечник. Какая-то непроходимость. Он был в возрасте. Я заехал к нему домой. Увидел, в каком тяжелом состоянии. Ему специально кровать сделали, из досок сбили. Потому что он такой не мог лежать. И вот он лежит, и там каждые полчаса принимают какие-то таблетки. Да, я ему пришел, сел. Он начал сесть за славу Божьей. Он говорит, уходи. Тяжело тебя слушать. Не могу. Столько проблем. Две операции тяжелейшие. Все. Все. Не могу. Все. Я говорю, а ты не против, если я в церкви заявлю, за тебя помолиться. Он говорит, делай что угодно. Уходи. Я уже уходил. Жена догнала меня на улице. Говорит, если можно, помолитесь. Это была суббота. И воскресенье я пришел в церковь и заявил, есть такой человек. Я с ним много проработал. Он не принимает слова. И брат Коля вел служение. Он говорит, хорошо, из-за такого человека помолимся. Да, я как-то подзабыл. А через две недели звоню в Марганист на завод. Говорит, представляешь, приехал, живой, здоровый. А так получилось, через год я в эту организацию вернулся, только повыше. Я подхожу к нему. Он говорит, ты знаешь, говорит, было очень плохо. А потом что-то через неделю так почувствовал силы. И я собрал, говорит, волю в кулак. Собрал все вещи. Это и состояние полностью. Человек, которому сказали, ну не знаем, сколько тебе осталось жить. Перебрали полностью. Вывалили все на стол. Все внутренности его. Перебрали, на место сложили. Жене сказали, ну не знаю, неделю-две. Друзья, это живая церковь, друзья. Слава Богу. Ну и такой момент вспомнился уже. Если из таких, как бы сказать, которые могут немножко... Я когда-то там, это был, наверное, год, не помню, 14 или 13, там в пристройке сидел. А дома была проблема такая. Ну кому как? У матери крыса забежала в дом. Я уже свидетельствовал об этом. И большая, а матери уже возраст был. Сейчас ей 83 будет в этом году. А тогда было, не знаю, там 74 или 75. Зрения никакого, друзья. Вот такие очки надевает, если что-то хочет сделать. Да, вот она звонит, говорит, что мне делать? Прорывали там, воду заводили в дом. Вот она под полом живет, говорит, такой, говорит, в рост человеческого прыгает, говорит, всю летнюю кухню перепрыгивает, там за 4 прыжка, говорит. Она же холодильник уничтожит. Все, все. Для нее проблема, друзья. Проблема большая, больше горы. Я говорю, мам, ну я не знаю. Если я приеду, у меня аж много дней нету. Как я ее поймаю? Я еще тоже не поймаю. Начал по друзьям звонить. У кого крысы ловки? А сам боюсь, в возрасте. А вдруг она попадет в нее? Это же такое страшное. Капкан страшное дело. Да, перебивает руку, думаю, не хватало еще. И когда-то ей было лет 65, она упала с велосипеда, там, ребенок. И у нее правая рука так поломана. Товарищ мой, хирург, я ему позвонил, он собирал, говорит, Сергей, ну больше я сделать не мог, потому что там мелкие кости много. Я слепил, и она правой рукой то поддерживает, а вот если надо чистить, она больше левой рукой работает. Да, и думаю, ну как мне? И так, и так, и так. Начали отраву подспать. Кот отравился. Так и мне этот Васька нравился. Кот. Не стало Васьки. Все. Проблема большая. Да, и вот я иду в церковь, иду по этой улице по Чернышевскому, смотрю, кот похожий. Начал торговаться с женщиной, продайте. Она, нет, все, если надо, идите в зоопарк, выбирайте там себя. Думаю, так на Ваську похож, что-то не получается. Пришел в церковь, служение такое хорошее, пятническое. Вот в пятницу я любил на карьерной, такое хорошее. И тут брат Николай поднимается, говорит, у кого есть благодарность Богу, говорит, поднимите руку. Вредненько, народ слабо на карьерной, благодарит, извините. Да, думаю, поднять, поблагодарить. Думаю, нет, не буду, тут свои проблемы инженерные. А потом слышу голос, поблагодари меня, выполню одну твою просьбу. Я поднимаю руку, брат Коля говорит, какая у тебя благодарность. Говорю, вы знаете, часто бывает, инженерная проблема есть, нет решения. А пойду в уголочек, чтобы никто не видел, помолюсь. Приходит такое решение, которое в голове нет, но именно оно в этот пазл садится. Вот есть такое. Он говорит, видите, и такие люди есть. У кого-то хлеба дома нету, у кого-то дети болеют. А тут человек, ну, инженерные такие моменты. Да. Я сел, нагнул голову и говорю, Господи, дай победу матери моей, но такую яркую, такую победу над врагом, дай победу над врагом ее. Что-то слова такие пришли. Но такую яркую, чтобы она тебя поблагодарила, Господи. Ну, вот как вы думаете, сколько времени прошло? Не, меньше, друзья. Служение только заканчивается, там осталось приветствие, ну, минут 10-15. Я выхожу, дохожу до улицы Чернышевского. Думаю, ну что, матери позвонить? Что я Васю, видел кота подобного Ваське. А потом думаю, ну что я позвоню? Сейчас опять, сынок, что делать? Отвечать не знаю, что. Ну, не знаю, что отвечать. А потом думаю, ну, надо звонить, надо ее как-то подкрепить, утешить. Набираю. Говорю, мам, как там дела? А она говорит, да, это крыса опять. Да. И дальше, как она рассказывает, она телефон берет на улице, чтобы соседи, ну, кто в частных хатах живет, все знают, чтобы соседи нычулы. Она раз в хату, в хату. Кажет, сынок, ты представляешь? А, она говорит, туда-сюда, опять вся крыса туда-сюда. А потом слышу, стой. Он улазит из-под серванта. И слышу, полетел мой телефон, который я купил. Я мама, 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 мама. И понимаю, что где-то валяется. Да. Потом доезжаю до левой бережки, перезванию. Она говорит, все, сынок. И повторяет все слова, которые у меня умлился. Враг мой побежден. Да. С вами враг мой побежден. Ма, а как случилось? Как оно? Она говорит, представляешь, я такая ловка. Кажет, то, что ты позвонил, то, что ты позвонил. Я, кажется, захожу, а у нее так, как бы, ну, как любят в хатах, прихожая такая маленькая, да, где-то можно разбуться. Кажет, а я, говорит, не знаю, я, кажется, штакет занесла домой. Штакет занесла домой. Ты представляешь? Говорит, чтоб двери подпирать. Вот только занесла в этот же день. Кажет, смотрю, а он вылазит, да, говорит, из-под серванта. Я вот цей рукой, больной, беру цей штакет, медленно опускаю и не бачи. Кажет, раз, и прижал ее к полу. А он как забился, он же здоровый, я думаю, что ж он сейчас выпрыгнет. Я, говорит, здоровый рукой схватила, говорит, за хвост его и подняла. А потом думаю, он же ж меня укусит. Я, говорит, разворачиваюсь, а на плите только закипело для курей, вот эти очистки и прочее. Я его, когда так бросаю, и упал туда, в эту закипевшую кастрюлю. И сварился. Кажет, все, враг мой побежден. Я говорю, ма, ну, это ж я молился, какой Бог? Говорит, это я ловко. А утром перезван. Говорит, сынок, я всю ночь не спала. Это я все-таки Бог. Я подумала, как я могла, а никак. Без очков не считает и не счет ничего. Я только в огороде без очков. Да, не очков. Зрения никакого. Одна рука. И возраст такой. Говорит, слава Богу. Я говорю, слава Богу, друзья. Это сживается. Друзья, еще хочу. Просите в этой церкви. Просите. Не можете вслух про себя просить. Здесь есть Господь, друзья. Он посреди нас. Кто будет искать его, друзья, тот найдет. Но тема проповеди немножко другая у меня. Да, это сад Господний, который внутри нас. Если читаем 17 главу, друзья, 17 главу Луки. Она чем яркая? Что там 10 прокаженных встречаются Иисусу Христу. Можно я на память? Встречается Иисусу Христу. 10 прокаженных. И вот он говорит, идите, покажите священнику. Они по пути исцеляются. Все расходятся. Один самаритянин возвращается, благорит Бога, и он ему говорит, иди, вера твоя спасла тебя, друзья. Вера твоя спасла тебя. И дальше фарисеи его спрашивают, как придет Царство Небесное? Он говорит, и не так, и не так, потому что Царство Небесное внутри вас есть, друзья. Мы часть Царства Небесного, оно внутри нас, друзья. Вот сейчас поднимается вопрос, вот братья-сетели, братья развозят литературу, да? Что есть литература, друзья? Это слово. Слово, которое мы ценим, слово, которое становится плотью. Что надо для того, чтобы победить то негодное, которое сеется в детях? Друзья, сеет нужное растение, сеет свое. Вот я знаю, брат Коля, Славик, Садово, да? Если раньше хочешь получить плоды, раньше сей. Деревья раньше сажай, на год раньше, два сажай. То же самое сердце детское, друзья. Чем раньше будет посеяно семя, тем оно сильнее противостоит тому бурьяну жизненному, житейскому, который там садится. Зло, обида, да? Как много этих растений. И вот читаем хороший прообраз Царства Небесного внутри нас, это 47-я языкиль. 47-я глава. Потом привел, когда Господь ведет языкиль к храму, потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жернга. Представьте, что храм – это наше сердце, где живет душа, друзья. Слава Богу. И выявил меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж вошел в поток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня. Пропускаем дальше, потому что дальше они заходят так, что плыть уже не могли. шесть и ниже. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающиеся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что вода, а войдет, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Энгади до Энлаима, будут закидывать сети, рыбы будут в своем виде, и как в Большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет, и святилища, плоды их будут употреблены в пищу, а листья на врачевание, друзья. Если представить сад внутри сердца нашего, каждое дерево посажено, это та мысль, которую мы продумаем. Ну, в науке говорят, фрейм мысленный, да, там определенная, рамочная мысль, да. Если то, о чем мы думаем, представить в виде деревьев. Я откуда это взял? Наших протестантов верующих, очень много ученых, особенно в Америке. И вот есть одна из профессоров, из профессоров женщина, которая много исследует, и она говорит, если сканировать мозг, то каждая мысль похожа на дерево. Вот в разных местах она занимает свой нейрон, имеет связи, похожа на дерево. И говорит, вот берем, говорит, когда Господь Адама создал, куда он его сразу поставил? Ухаживать за садом. Поливать, да. Если мы берем, говорит, и говорим, что определенная мысль, о чем может делать человек, думать человек, это определенное дерево, за ним надо ухаживать, друзья. Надо всегда разобраться, нужно ли это дерево. Если оно посажено еще в мире, может его выкорчевать надо, друзья, тяжело. Я вам скажу, я уверовал в 96-м году, вроде как сколько лет, а корчевать и корчевать еще. Откуда оно берется? Потому что семена остались. Вот видели, как эти тополя режут, да, а потом эти паганы. Друзья, как важно ухаживать и четко понимать, есть ли на этом дереве листья для врачевания, либо листья, которые приносят нам горечь. Они, может, правильные вещи в политике, да, может, это имеет место быть, но когда об этом думаешь, оно тебя ставит только в более худшее, оно тебя травит. Да, может, лучше обратиться к дереву, к Слову Божью, да, которое ты выращиваешь, оно тоже можно представить, когда ты об этом думаешь, и оно больше и больше связи, ветви распускаются, появляются листья внутри, в сердце твоем, да, как в саду, появляются нужные листья, которые ты можешь и плод сорвать, съесть, и почувствовать, что ты насытился, да, потому что не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, Господним, друзья. И лист сорвал с этого дерева, который внутри тебя, в сердце, это определенная мысль, это определенные слова заложенные, да, сорвал, и еще и врачевание получил, друзья. Слава Богу, друзья, давайте ухаживать, да, давайте корчевать ненужное, потому что я скажу, несмотря на то, что с 96-го года, да, а ненужного много там, и паганы пускаются. Один из великих ученых, да, в свое время, знаменитых Леонардо да Винчи, пишет предсмертное письмо, и что он там пишет? Исповедательно перед Богом. Вот самое интересное, что в те годы осталось, он пишет, очень много времени враг украл, друзья. Особенно утреннее перележивание в кровати, в неге. Когда разные мысли приходят, и тебя сковывают и удерживают в кровати. Это есть. Как тебе сладко становится, и думаешь, ну не буду вставать, сегодня выходной, да, можно побыть. И начинает паганы пускаться от этого сада невыкорчеванного. Да, и тебе хорошо, и смотришь, час украден, два украден, то, что можно было подняться, и потратить на нужное, друзья, потратить на нужное. Но если великие люди пишут, те, которые в свое время, да, слава Богу, друзья, давайте выращивать нужные деревья. И еще хочу, знаете, зачитать, скажем так, как присягу, как присягу, часть 18-го псалма для нас верующих. Последнюю часть, друзья, которая особо тревожит сердце мое. 15 ниже, в 18-м псалме. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого возвращения. И вот та строчка, которую я даже в молитвах повторяю часто, и она для меня как присяга. 15-я строчка. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, Твятыня моя и Избавитель мой, друзья. Как важно, потому что, если слово появилось, друзья, а слово появляется из сердца, значит, в сердце что-то посажено, друзья. Как важно, чтобы те деревья, которые дают нам плоды в виде слова, они были сильнее, они были нами более ухожены. Друзья, давайте трудиться над этим. И тогда для нас исполнятся слова Божьи, которые не один раз написаны. Они написаны и вторая параллель Побинон, где говорится такое, так говорит Господь, насытятся и останутся, друзья. И будем насыщены и останутся для всех, для немощных и для тех, кто будет после нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok